Хорошо. Очень приятно. Спасибо огромное, что вы пригласили. Ну, очень интересно, на самом деле, особенно послушать от вас. Ну, хорошо, я, конечно, расскажу, почему от меня. Ну, очень интересная, скажем так, у вас очень интересный такой опыт, да, и, естественно, научный, педагогический, и разработческий, и бизнес, и всего остального. Поэтому, конечно, это... Мы вас тоже уважаем. Вы привнесли в наши, помните, конкурсы были, конференции, конечно, которая у нас проходит. Она... Я, может быть, тоже о ней немножко скажу. Конечно, конечно. Так, сейчас смотрим, что у нас по времени. Так. По времени у вас чистый час. Хорошо. Сейчас подождем. Сейчас я напишу еще. А так вот виден вариант этот, как его, да? Пока редакторский вариант, да. А, стоп, стоп, стоп. Да, сейчас вернулись передачи. Я просто переключаю, когда... То есть, если мне вот понадобятся какие-то там веб-браузерные штучки, в смысле, я вот о чем думал. Ну, как говорится, вы совершенно свободны в своих действиях, то есть отключаетесь, переключаетесь, демонстрируете. Хорошо, ну, там на всякий случай, если вдруг понадобится. Окей. Ну что, вы тогда представьте, а потом уже мы начнем. Да, да, да. Все действуем по плану. Итак, уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу программу. И сейчас у нас с очень интересной темой выступит представитель конкурса стартапов Эдтех, Геса Евразия, программный директор конференции Эдкранч, Данцент МПГУ, кандидат физмат наук и просто хороший человек Валерий Николаевич Платон. Валерий Николаевич, прошу вас. Спасибо, Владимир. Огромное, что вы пригласили меня здесь поучаствовать. На самом деле, естественно, научное образование всегда было в фокусе нашего внимания. Я сам вышел из физфака, напротив вас нахожусь, и, в принципе, мы много работали как в научной области, и потом стали заниматься интеграцией науки образования, интеграцией преподавания технологий, науки и технологий и так далее. Итак, я немножко расскажу о себе. Мы, соответственно, представляем, ну, я представляю конкурс стартапов технологических образований, который называется Геса Раша, проходит полуфинал в Евразии, включая страны Центральной Азии, Восточной Европы. И, соответственно, у нас проводится достаточно давно конкурс онлайн-курсов, конкурс технологических продуктов образования с разными компаниями, в том числе и в рамках конференции «Эд Кранч». В этом году конференция «Эд Кранч» состоится в Алма-Ате в середине ноября, 15-16 ноября. Это связано, может быть, и с тем, что мы хотели пригласить много не только наших российских представителей, специалистов, но и зарубежных специалистов. Там будут видные деятели разных компаний, в частности, из региона Центральной Азии, из региона азиатского, включая там Индию, Китай, Индонезию, Филипины и так далее. И мы, естественно, приглашаем на эту конференцию. Я думаю, что она будет проходить в онлайне и в оффлайне. То есть можно приехать очно в середине ноября, посмотреть на прекрасные места в районе Алматы. Ну и можно участвовать онлайн. Ну, кроме того, я вот представляю Московский педагогический государственный университет Институт математики и информатики, где веду курс, связанный с технологическими инструментами в образовательной сфере. Итак, я перейду. Мы рассмотрим примеры использования генеративного искусственного интеллекта учениками и учителями. И, конечно, мы рассмотрим использование чат GPT в образовании с упором именно на школьное образование и с упором на, естественно, научные дисциплины. Почему чат GPT мы обращаем внимание? Несмотря на то, что в след появились и другие крупные игроки, в том числе и российские, все-таки первым представил широкие возможности экспериментов и практического использования таких генеративных инструментов. Это OpenAI. И мы в основном будем рассматривать его, хотя есть и проблемы к его доступу, которые при желании можно решить. Но прежде всего ответим на вопрос, что такое OpenAI. Ну, OpenAI – это, вообще говоря, и некоммерческая организация. И там есть коммерческая дочерняя корпорация OpenAI ООО, Limited Partnership, которая была основана, как некоммерческая организация в 2015 году. Основные игроки там был Илон Маск и Сэм Альтман, но Илон Маск потом отошел. Плюс известные эксперты в искусственном интеллекте, среди которых даже есть выходец из России, вот он на первом месте, Илья Суцки-Верн. А Сэм Альтман сам был президентом медвенчурного фонда, который финансировал разные стартапы технологические, в том числе и в образовании, игрокомбинатор. Система OpenAI работает на суперкомпьютерной платформе Microsoft на базе Azure. И коммерческий переход сейчас в том, что Microsoft предоставил OpenAI такие инвестиции в размере 1 миллиарда долларов в 2019 году, и затем 10 миллиардов долларов уже в этом году, в начале этого года. В OpenAI есть несколько систем, кроме, помимо чат GPT, OpenAI 5, GPT 2, 3, 4, DAL-E, ну и, конечно, чат GPT+, который идет с подпиской, начиная от 20 долларов в месяц и выше. Ну, слово, собственно говоря, что такое чат GPT? Это чат-бот на основе семейства больших языковых моделей. Причем они делались модели на основе контролируемого, так называемого, обучения, с использованием наборов размеченных данных, так и обучения с подкреплением. Ну, это терминологии, которые, на самом деле, близки к терминологии образовательных технологий. Слово «генеративный» надо понимать вот в ряду следующих типов инструментов искусственного интеллекта. Ну, вот есть реактивный инструмент, который реагирует на определенные входные данные или ситуации, не извлекая уроков из прошлого опыта. Например, вот так работает компьютер для игры в шахтат, перебирая все варианты, которые он видит на доске. Ну, есть предиктивный, предсказательный тип инструментов, когда инструменты, которые анализируют исторические данные и опыт для прогнозирования будущих событий, или прогнозирования поведения. Ну, например, как делает сервис Netflix, который смотрит на то, какие вы видеофильмы смотрите, какие фильмы смотрите, и на основе этого прогнозирует, какой у вас будет спрос. И вот «генеративный» тип. Это инструмент, который генерирует новый контент или результаты, часто создавая что-то новое на основе изученных шаблонов и собранных данных. Это как раз вот чат GPT, о котором мы говорим сегодня. Ну, и там же есть такой вот стейбл-дифьюжн, генератор картинок, который появился немножко раньше. Прошу прощения. Итак, прежде чем рассказать, что такое чат GPT, о котором вы, конечно, наверняка слышали, может быть, не все, правда, но я надеюсь, что многие слышали, я хотел бы вам задать следующий вопрос. Очень, с моей точки зрения, любопытный и интересный. Являются ли генеративные чат-боты более эмоциональными, чем люди-преподаватели? Вот есть соответствующий способ. Если вы в браузере наберете адрес, вот этот polf.com slash valerianicol964, я очень вас прошу сделать эту процедуру и, соответственно, ответить на этот вопрос, да или нет. Валерий Николаевич, сейчас я быстренько его наберу и отправлю людям в чат. Хорошо. Вопрос такой, являются ли генеративные чат-боты более эмоциональными, чем люди-преподаватели? То есть, казалось бы, вроде бы, очевидный ответ, да? Но вот тут это, с моей точки зрения, очень любопытный вопрос. И хотел бы получить ваши ответы. Доступ к вопроснику свободный. Укажите любое имя при входе и нажмите соответствующий. Клик, сделайте клик. Либо да, либо нет. Я попробую, значит, извините, я немножко сейчас выйду, и попробую посмотреть. Кто там у нас есть. Вот он, в принципе, это мой инструмент. Но на самом-то деле... Я ссылочку отправил для голосования в чат. Так, вот мне интересно будет, кто там ответит. Да, нет, да. Вот, пошли, пошли. Голосование пошло. Я вижу результаты голосования. Но смотрите, большинство все-таки говорит, что люди-преподаватели, конечно, более эмоциональны. Интересно. Отлично. Итак, я бы хотел сказать следующее. Ответ на этот вопрос через... На самом деле, вопрос такой двусмысленный. С чьей точки зрения вы задаете вопрос? С точки зрения преподавателя? Да, конечно, преподаватель скажет, что он более эмоциональный, чем чат GPT. А вот с точки зрения опыта пользовательского, то есть как вообще говоря, те люди, которые пользовались, в частности, вот здесь приведен тестовое сравнение пользователей практикующими врачами и реализованным чат-ботом, который те же самые консультации дает с точки зрения вот той темы терапевтической помощи и так далее. Вот это была... Есть такая статья, публикация. И она, на самом деле, может вас удивить с точки зрения традиционного мышления. Здесь мы сталкиваемся с толкованием того, что же такое эмоции, на самом деле. То есть можно эмоции определять по их внешнему распознаванию. То есть чисто внешне. Как они выражаются. То есть через какие-то форматы улыбок, усмешек, не знаю, выражений. И, соответственно, как они чувствуются людьми там, или можно ли вообще, говоря, чувствовать чат-боти? Это такой тоже спорный вопрос. Потому что некоторые люди говорят, что он да, может чувствовать. Но самое это интересное в том, что сравнительный внешний анализ показывает, что инструменты чат-боти более допроживательны к пациентам, чем реальные люди, врачи. И, собственно говоря, то есть видите, вот здесь есть ось, так сказать, это качество оценки. То есть оценка качества, ответ, качество взаимодействия. И оценка эмпатии, то есть сочувствия, которое происходит при взаимодействии чат-ботом. И, может быть, в этом причина, почему чат-бот принесли такой неожиданно огромный интерес к искусственному интеллекту. Хотя, конечно, мы знаем, что искусственный интеллект существует уже в течение сорока лет, а то и больше лет. А так как медицина чем-то напоминает образование, можно ожидать, что и преподавание будет примерно то же самое. В основе взаимодействия чат-ботом лежит так называемый промпт или промпты. Я перевожу, я советую, мне кажется, на русский язык это как командные запросы. Это похоже на то, как вы программируете какую-то модель. То есть вот есть контекст, есть задания, есть инструкция, уточнение, прояснение, вернее, и уточнение. Это отличается от большинства других сервисов NLP, то есть Natural Language, то есть те, которые обрабатывают естественный язык, системы, которые обрабатывают естественный язык. И решающие какую-то одну задачу, ну, например, классификацию настроений и распознавание объектов каких-то именованных объектов, скажем, на той же самой картинке. Конечная точка завершения чата может использоваться практически для любой задачи, включая создание контента или кода, общение, расширение, беседу, письмо, передачу стиля и многое другое. Здесь показан интерфейс для первого командного вопроса, который я задал в чате пяти. Объясните, для учителей средней и старшей школы, я думаю, что вот как раз эта категория наша здесь. Что такое чат-джи-пяти? Ну, и вроде так, если посмотреть на ответ этого чата-джи-пяти, вполне такой нормальный ответ, вполне допустимый, то есть который мы можем сказать, что это сделал натурально человек. Вот. Ну, я думаю, что презентацию в конечном итоге можно послать и более подробно ознакомиться со всеми этими текстами, которые я делал. Итак, мы на самом деле живем в очень удивительное время, когда внедрение, мы говорили о том, что технологии связаны с внедрением, с бизнесом, со стартапами, когда внедрение и капитализация вот этих новых технологий происходит практически моментально. Смотрите, чат-джи-пяти достиг 100 миллионов пользователей за два месяца, в то время как Google Translate в свое время, ему потребовалось такой цифры, достичь 100 миллионов, только в течение через 78 месяцев. Смотрите, какой идет огромный прогресс, как быстро меняется внедрение технологий в нашу обыденную жизнь. После выпуска чат-джи-пяти стоимость вот этой некоммерческой организации, то есть всей организации OpenAI оценивалась 29 миллиардов долларов США. На языке стартапов, название стартап, вы знаете, есть такие единороги, которые оценка идет миллиард долларов, а это уже как бы не единорог, а бегемот в этой терминологии. Модели чат-джи-пяти понимают и обрабатывают текст, разбивая его на так называемые токены. Причем токены – это не обязательно слова, то есть это может быть часть слова, это то, что удобно, когда искусственный интеллект, система рассматривает предложенный ей текст. И разбиение на токены может зависеть от контекста, от того, когда это делалось. Например, слово «гамбургер» разбивается в английском языке на «гамбургер», а короткие там такие слова, как «пер», «груша» представляет единую такую лексему. Ну, соответственно, многие токены начинаются там с пробела. Количество токенов, обрабатываемых в заданном запросе через приложение API, зависит от длины ваших входных и выходных данных. Грубо говоря, один токен равен примерно четырем символом или 0,75 от среднего английского слова. Есть ограничение в том, что длина вот этого текстового запроса, она, конечно, в отдельном запросе, потом вы можете их больше сделать, она не может превышать максимальную допустимую длину. Для модели GPT-3 это примерно 2000 токенов или около 1500 слов. Но потом вы, конечно, в большом таком диалоге можете загнать туда гораздо больше этих слов или гораздо больше информации. В описании есть GPT, вот есть как раз режим токенизатора, если вы зайдете на OpenAI, вот можно найти, и она разобьет ваш предполагаемый запрос на вот эти самые токены и укажет, какие токены она воспринимает. OpenAI выпустил две версии GPT-4 в этом году с окнами, соответственно, контекстными 8000 и 32000 токенов, что является, конечно, значительным улучшением по отношению GPT-3, 3,5. В отличие от своего предшественника, GPT-4 может и принимать изображение, не только текст в качестве входных данных. Ну, конечно, нас интересует как-то, можно ли там формулы химические, какие-то математические формулы. Да, в принципе, это можно, но там есть особенности, собственно, как это вот выражать. Наверное, химические формулы попроще, ну, за исключением вот этих всех соединений, скажем, которые изображаются векторным способом. Немногим ранее возник тренд использования генераторов картинок, фото, видео при помощи нейросеточных инструментов, ну, такие как Mid Journey, Stable Diffusion и соответствующая система обработки фото-видео. Эта технология автоматизирована обучение до оценки эссе, создания контента, способна, вообще говоря, преобразовать само образование. Однако, как и в случае с новой технологией, необходимо учитывать особенные потенциальные проблемы, которые есть. Ну, мы об этом, я, может быть, там упомяну. Конечно, опять-таки, я хотел бы, чтобы это было ближе к учителям, школьным учителям, наверное. И здесь, ну, мы еще поговорим о том, как это, может быть, можно использовать учителям. Ясно, что все охватить невозможно, но тот ажиотаж, который произошел, затронет всех игроков и всех участников. Я имею в виду и учащихся, может быть, даже раньше, чем учителей, предавателей, администраторов, и, наверное, чиновников, ну, естественно, заказчиков, а там работодателей, для которых образование готовит выпускников свои. В российском образовательном пространстве ажиотаж еще вызвал случай написания в конце, там, прошлого, что ли, года, написания студентов выпускной квалификационной работы в РГГУ с помощью вот нейросерки. В интернете лавианообразно появилось множество ресурсов, которые посвящены тому, как люди открывают способы и методы использования ЧАК-ЧПТ. Люди, во-первых, делятся тем, как они научились использовать и какие попутно были созданы инструменты для использования. Я попробую тут перечислить некоторые из них. Конечно, многие из них на английском языке. Ну, я, еще раз говорю, специально ввиду того, что наша конференция международная, мы все-таки больше делаем упор. Прошу прощения, я буду приводить, может быть, больше иностранных источников. Хотя, конечно, есть возможность читать и какие-то переводные статьи или, наоборот, тех людей, которые используют, а у нас очень много используют ЧАК-ЧПТ, ну и, соответственно, пытаются использовать те инструменты, которые вводятся нашими компаниями-корпорациями. Вот. А не претендуя на полноту списка всех этих инструментов, но, смотрите, это такое количество, что невозможно все попробовать. Это, вообще говоря, проблема современных технологий. Они появляются в большом количестве, нет даже времени экспертно сравнивать и оценивать их все на основе каких-то общих критерий. Вот эта картинка, 101 творческая идея по использованию и образованию, она сделана, например, на основе краудсорсинга, то есть коллекции краудсорсинга, то есть все вот, кто знает, что-то такое. Если скачать презентацию, я не знаю, возможно это или нет, но я попробую переслать Владимиру презентацию, то, в принципе, картинка кликабельная и можно найти ссылку. Вот примеры там первых десяти таких способов или инструментов. Генерация поэтическая обратная связь, то есть понятно для вовлеченности школьников в студенты. Теоретический и моральный рассуждение, то есть она может разговаривать вот на эти темы. Использование искусственного интеллекта для выражения визуальных метафор. Понимаете, да? То есть все-таки аналогии делать. Этика искусственного интеллекта, повышение цифровой грамотности. Разнообразные разработки в оценках на основе сценариев. Соответственно, развитие навыков письма или даже расшифровка студенческих бесед, студенческих разговоров, которые непонятно могут преподавать. Есть сборники инструментов для преподавателей. Вот я некоторые из них тут подобрал. Они достаточно большие, там больше сотни инструментов. Ну, такой, наиболее известный их AI Educator Tools, Future Tools. Затем 600 плюс инструментов от папаши AI. Соответственно, обязательно, конечно, стоит отметить, я думаю, для химиков это очень важно, GPT для электронных таблиц. Ну, там есть и в Майкрософте, но есть его для Google Chrome, который очень помогает. То есть можно прямо строить, вот, то есть прямо в ячейку можно строить запрос. То есть можно тем самым автоматизировать определенные процессы, связанные с использованием ЧАТ-GPT. Это здорово. Это очень здорово. Вот. Если рассматривать в общем ситуацию, связанную с быстрым таким возникновением, ну, в частности, вообще говоря, подготовки там тех же самых преподавателей, тех людей, которые пользуются этим, то здесь возникает прежде всего вопрос о важности навыка умения пользоваться ЧАТ-GPT. И это приводит к возникновению в отрасли новой сферы, дисциплины, которая сформировалась и называется как промт-инжиниринг. К чему это ведет? Это ведет к специальным разделам ресурсов, библиотекам, курсам, программам в рамках даже высшего образования. Не только вне там вузовского образования, но и в том числе и в рамках высшего образования. То есть промт-инжиниринг новая такая получается специализация с новой профессией. И возможно даже создание каких-то научных центров, факультетов, вузов, посвященных именно этой отрасли. Вот на этом слайде представлены ресурсы, которые дают опросы командных запросов. Они, конечно, там фильтруются, их можно выбирать, искать по вашим ключевым словам, по разделам, по классам, по разным темам, фильтрам и тому подобное. А здесь представлены недавно созданные курсы по промт-инжиниринг на разных платформах. Ну и на YouTube в том числе. Может быть не очень там. Ясно? Но самое интересное, что вот вы, кстати, бесплатный курс на Курсере только стартовал вчера, 28 июня. И вы можете туда еще присоединиться. Промт-инжиниринг в ЧАД-GPT. Очень актуальная тема. Ну то есть вот как раз это то, что возникает в связи с ЧАД-GPT. Подготовка видеопрезентации. Она, вообще говоря, тоже интересна. Не просто презентация, а даже видеопрезентация. Но, тем не менее, есть, конечно, такие сразу цельные инструменты. Но все равно это из нескольких этапов состоит. Это генерация текста при помощи ЧАД-GPT. Затем генерация картинок по блокам текста. И использование таких специальных инструментов, которые чередующиеся картинки превращают в непрерывное видео. Ну, есть соответствующие инструкции, видеоинструкции, как сделать такую видеопрезентацию. Самое главное в применении технологии, значит, что вы можете сделать. То есть вы знаете, что что-то можно сделать. А уже как найти инструктора? Можно через социальные сети, через поисковики и так далее. В интернете очень много ссылок на такие видеоинструкции. Ну, можно рассмотреть вот новации и трансформации образования по секторам, соответственно. На уровне общих таких дисциплин. Они примерно одинаковы на всех, на разных его уровнях. То есть можно попросить, например, исправить выполнение домашних заданий, который выполнен школьниками, там, учителями. И выделить такие, ну, любые заданные там ошибки. Он быстро проанализирует. Если вы как раз вот этот интерфейс делаете между вводом, между того, что получили от студента, и для того, чтобы проанализировал чат депетин. Он быстро проанализирует, если вы дадите этот фронт в его фронт, и выявит ошибки учащихся. Вы также можете попросить чат депетин предоставить им предложение о том, что ученики могут улучшить. Ну, особенно это важно, когда по вашей программе, по дисциплине, там большое количество учащихся учителей. Или вы, скажем, работаете в разных учебных заведениях. Ученики также могут воспользоваться преимуществами чат депетин. Они могут выполнять домашнюю работу учеников для того, чтобы давать персонализированную обратную связь и рекомендации, и, соответственно, ссылки на ресурсы, с учетом именно конкретных, слабых, сильных сторон каждого учащегося. Конечно, хорошо бы, чтобы это было с разрешения учителя. Но надо понимать, что надо быть в курсе, кажется, этого явления и каким-то образом использовать его в школьном обучении. Ну, другое использование – это создание образовательного контента. Конечно, чат депетин позволяет легко превратить любую фразу в увлекательные планы уроков, опросники или даже мероприятия. А в учебной аналитике он позволяет, в принципе, анализировать данные и делать прогнозы о ваших классах и учениках, поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается, используя такие данные, как увлеченность, учащиеся оценки, демографические данные, может определить счастье, которое рискует отстать. Но это, конечно, должны быть неперсонализированные данные, то есть с учетом всех законов о защите персональных данных. В организационной деятельности и при подготовке уроков преподавателями чат депетин может согласовать схему учебного модуля со стандартами, написать там планы урока, создать слайд-шоу, интегрировать метафоры, созданные в оригинальной истории, переданные при помощи визуальных жанров, объяснить тему простым языком, написать ее привлекательные вопросы, так, чтобы и кухарка могла, как говорится, понять вашу теорию Эйнштейна. При подготовке раздаточных и других материалов, ну, если карточки с вопросами, ответами, плакатов, решенные примеры математических задач, химических уравнений, с пояснениями, причем каждому шагу, причтением ключевых слов с их определениями и так далее. Может поддержать дифференциацию обучения, то есть, соответственно, создавать дифференцированные рубрики для тех, учащихся, кому нужна поддержка. Ну и если вот нужна профессиональная переписка с родителями, особенно в таком массовом количестве, информационные бюллетени, предложения о грантах, поездках, все это можно использовать в чат-гпт. По оцениванию, это банк тестов, можно создавать рубрики для любого типа успеваемости, документирование прогресса любого академического, социального, эмоционального тестами, то есть можно делать тесты с закрытыми вопросами на понимание. Ну а при написании инструкции и отзыва, генератор подсказок, предложений, как улучшить эссе. Ну вообще говоря, с этой я не знаю, насколько это у нас широко, но в принципе между рубежом это было широко, но ясно, что эта форма учебной деятельности, она немножко может отмереть. Математические способности чат-гпт-3 были не очень высоки, ну, гппт-4 получше, но здесь надо понимать, что бывают, конечно, ошибки, и нужно все это проверять. Но без экспериментов, без того, чтобы с этим не работать, нельзя, наверное, двигаться дальше. И ясно, что со временем будет все улучшаться, и гппт-4 уже стал лучше. Очень эффективно чат-гпт может быть использован для обучения программирования, в том числе и когда у вас есть интеграция, например, вашей естественной научной дисциплины с этим программированием. Но, как нам кажется, это одна из таких очень важных составляющих в любой фактически дисциплине, в том числе и школьной, получается, нужны вот такие навыки программирования. О возможностях больших языковых моделей для образования. Ну, для начальной школы, я не знаю, имеете ли вы к ним отношения, но это, конечно, самые такие элементарные. А для учащихся в средних и старших классах это может быть изучение языка и стилей письма по различным предметам, таким, как та же самая химия, физика, математика, язык, литература. Для создания практических задач и тестов, которые могут учащимся помочь, лучше понять, запомнить материал, который они изучают. Это развитие навыков решения проблем, предоставляя им учащимся объяснения, пошаговые решения, интересные вопросы, связанные с проблемами, которые помогают им понять и причины в основе решения, и, соответственно, аналитические развития способностей и нестандартное мышление. Вот теперь поговорить просто, как можно сэкономить время учителей с помощью ЧАД-ГПТ. Ну, вот, например, смотрите, поддержка выставления отметок и оценивания. Возможно, какие командные запросы? Прямо так и пишем. Создайте критерии для оценки эссе ученика девятого класса по книге такое-то, название такое-то. И он вам, так сказать, выдает эти критерии. То есть, в принципе, вот это создать промп, практически вы, с одной стороны, должны экспериментировать, иметь опыт, играть с ним, а с другой стороны, это, в общем-то, выразить то, что вы реально хотите получить. Оцените эту статью по критериям в этой рубрике и копируйте туда вашу рубрику. Я не знаю, насколько популярна система рубрик в нашей средней школе, но за рубежом она, конечно, очень популярна. То есть, там, как бы, такая автоматизация или объективное такое оценивание, оно уже входит в практику. Партнер по планированию урока. Возможный командный запрос. Там, я преподаю урок фонтосинтеза для учащихся 10-го класса в городе каком-то, в месте каком-то. Приведите пять идей для контекстуально-релеварных примеров, почему это важно понимать фонтосинтеза. Ясно, что, на самом деле, это был английский язык. Ну, я перевел более-менее, чтобы было понятно. Может быть, даже тут где-то не совсем точно переведено. Но, тем не менее, идея понятна, с моей точки зрения. Или, там, создайте пять оценочных вопросов для урока по основам геометрии для учащихся 1-го класса. Ну, примерно то же самое можно, наверное, и говорить и для других классов. Союзник. Вот это понятие – союзник для персонализации обучения. То есть, возможно, это командные запросы. Разработать индивидуальную программу обучения для учащихся 7-го класса со следующим диагнозом способностей, требований. И вот тут надо ввести неперсональные данные учащегося. И тогда, вот, если вы не в курсе того, как это все делать, он вам поможет, ну, фактически достаточно конструктивно предложит такие способы и мер. Или проанализируйте следующие ответы, предложите области, на которые учащиеся должны сосредоточиться для дальнейшего обучения. Ну, тоже вот пример такого командного запроса. Поддержка коммуникации. Вот, смотрите, для меня как раз вот это одна, то есть поддержка коммуникации и анализа данных, потому что мы сотрудничаем с разными зарубежными специалистами в области технологии образования, особенно на английском языке. Здесь, конечно, вот это одна из таких важных составляющих. Создайте серию из трех электронных писем, напоминающих родителям о нашей предстоящей экскурсии в зоопарк 17-го. Им нужно напомнить о. Вот. И дальше заполняется сейчас запяти. Проанализируйте следующие записи восьми родительских собраний, чтобы подвести итоги, определить ключевую тему. Ну, это, скорее всего, для классных руководителей, для тех, кто занимается в большей степени сотрудничеством, коммуникациями с родителями. Союзник. Ну, естественно, учителей, кроме школьной жизни, есть и такая повседневная жизнь, которая тоже требует времени. И в этом смысле ЧАДЖПТ, конечно, может вам помочь и с точки зрения такой повседневной жизни. Ну, вы можете возразить, но мы можем соседа спросить, знакомого друга, и в этом смысле как бы тоже получить. И это дает нам очень много эмоций, взаимодействия. Все это верно, но не всегда это доступно, не всегда возможно. И в этом случае, когда этой доступности нет, вот как раз ЧАДЖПТ, вообще говоря, становится незаменимым союзником. Не то, что незаменимым, ну, то есть, вернее, а кто, какой еще вариант. Опять же, не все всегда свободны, не все всегда могут предоставить свое время. Вот. А как ЧАДЖПТ может помочь учащимся средним и старших классов в обучении химии? Смотрите, я задал такой вопрос в ЧАДЖПТ, и вот он мне, соответственно, на английском ответил. Ну, я задал вопрос на английском. Конечно, можно было бы, тут я немножко сплоховал, можно было бы спросить и на русском языке. Вот. Но так уж получилось. Вот. Ну, фактически, что он отвечает? Что... Ну, тут еще объясняется тем, что все-таки база данных на английском языке гораздо больше, чем база данных на... То есть вот этих датасетов на английском языке им доступны для американского ЧАДЖПТ, конечно, доступны больше в англоязычной литературе было. Вот. Ну, смотрите, ответы на вопросы, значит, о химических концепциях, уравнениях, реакциях и так далее. ЧАДЖПТ может дать объяснение, может объяснить эксперименты. Ну, я просто перечислю то, что говорит, так сказать, вот ЧАДЖПТ. Предложить какие-то приемчики для обучения и какие-то ресурсы, какие-то, в общем, нестандартные такие ходы для изучения химических дисциплин. Соответственно, включая там дополнительные источники, учебники, сайты, видео, интерактивные взаимодействия для того, чтобы улучшить опыт студента. Можно предложить какие-то онлайн-платформы с химическими учебниками или предложить вовлекающие там образовательные приложения, которые могут улучшить студентам или добавить какие-то знания в их головы. Ну, а уяснить и прояснить недопонимания, которые возникают, и разные понимания, которые возникают, понятия, которые возникают у учащихся. Поддержать, соответственно, абсурд, то есть проверить, подготовить тесты на проверку знаний. Вот. Как они понимают ключевые концепции, формулы, какой у них словарный запас для того, чтобы участвовать в экзамене. Ну и, соответственно, посмотреть, как все это связано с реальным окружающим миром. То есть, фактически, какое значение имеет той или иной тайная тема к нашему практическому миру. Что, конечно, очень важно для школьного образования. Вот. Есть замечательный ресурс, я не знаю, может быть, вы его знаете, на английском языке, для учителя химии в интернете, который называется ChemEdX. Ну, есть такая пласформа EdX, а это ChemEdX. И там появился специальный раздел «Революция в образовании по химии. 10 способов использовать чат GPT в классе». Ну, фактически, там вот эти ссылки есть. Соответственно, 10 способов, как его использовать. Ну, во-первых, вот, ну, я, здесь, опять же, тоже на английском написано, значит, это прийти, то есть, какие идеи можно сделать, то есть, предложить для лабораторий. Опять же, написать вот этот план урока для вас. Создать процедуры, описать процедуры выполнения химических экспериментов в лаборатории. Попросить чат GPT объяснить сложные концепции с точки зрения разных персоналей, разных принципов, в том числе, например, с точки зрения политиков, там, не знаю, то есть, пытаться объяснить чат языком других людей, которых даже не связаны, может быть, с предметом химии. Вот, объяснить определенные концепции. Ну, естественно, вот интеграция чат GPT в электронные таблицы, она позволяет там, вот, организовать студенты случайно набранные лабораторные группы. дать, то есть, попросить это чат GPT сделать какие-то неправильные утверждения для того, чтобы студенты могли бы вступить в дискуссию и высказать, соответственно, докопаться до истины. Обеспечить учителя с инструкциями, как создать специфическое, конкретное решение, которое будет использовано в лаборатории. Попросить чат GPT оценить студента по системе CLAM, Evidence and Reasoning, то есть, утверждения, доказательства и обоснования. то есть, в этом смысле, то есть, факты, которые есть и обоснования, почему это именно так, справедливое утверждение. Ну, создание рубрик, вот это рубрик, то, что мы говорим по оценке знания, по оценке качества образования. Ну, и, соответственно, обучить студентов использовать чат GPT для того, чтобы сделать обзор подготовки к экзамену. Ну, фактически, так, это просто название слова, но, конечно, стоит, как мне кажется, стоит посмотреть на эти ссылки и посмотреть, что предлагается в этом, в этих ресурсах. То есть, я имею в виду, вот в этих, как бы даже таких уроках для учителей. Ну, проблема с английским языком, она может быть решена, и, наверное, через Google Translate, или есть соответствующие формулы перевода. на русский язык. Ну, по крайней мере, вы можете понять. А если это заинтересуется, можно и даже попробовать перевести более редакторским образом и более ясным для всеобщей аудитории. Ну, дальше, вообще говоря, для изучения иностранных языков ясно, что в этом случае можно как раз приспособить материалы к потребностям учащихся именно изучающих естественно-научные дисциплины, в том числе и химии. То есть, контекст, в котором вы обучаетесь, то есть, не просто английский изучать, а изучать английский с применением к химическим приложениям. Ну, относительно можно также дополнительные упражнения к учебным материалам делать, создавать при помощи ЧАД-ГПТ дополнительные обучения на английском, не обязательно на английском, это может быть китайский, не знаю, еще какой-то язык, индий, какие-то там есть языки, с которыми вам придется по-разному надобностям, потребностям общаться и читать там и не смотреть. Ну, соответственно, это может быть и оценка с обратной связью со студентами, того, как они используют этот язык, обращение за предложение по обучению или использование инструментов технологических в образовании. Но это тоже целая такая сфера, я думаю, она вам знакома, вот, то, что, а какие инструменты ЭТЭКа, а их очень много, можно использовать в преподавании того же английского языка или там, но, опять-таки, в вашем контексте. Вот. С вводом вот этого чата GPT-4 поражают выполненные академические тесты GPT-4 по сравнению с другими моделями. здесь они отмечены таким зеленым цветом, и мы видим, что оценки, которые делаются ответов чат GPT-4, они фактически достигают 96-95% разных тестов. Ну, есть, конечно, разные тесты, там, есть где-то 67%, но все равно в среднем они показали очень большой прогресс, и это, конечно, очень так характерно для этой технологии, для этого направления. Три компании, особенно оперативно откликнулись на появление чата GPT, я сейчас покажу, расскажу, это FunMiga, FunLabs, которая обучает школьников тоже, естественно, научным дисциплинам. Там, конечно, они сделали на основе экспериментального искусственного интеллекта, который будет доступен ограниченному количеству пользователей. Фактически это, как бы, репетит, осуществляется обучение один на один при помощи этого FunMiga, предоставляет индивидуальную поддержку, подсказывает какое-то критическое мышление, предлагает соответствующие ресурсы, но фактически это индивидуально репетитерство для всех. Для учителей он служит помощником, который помогает с административными задачами, сэкономить время, расширяет права и возможности преподавателей. Некоторым имитирует такого тренера по письму, предоставляя подсказки и предложения. Ну, фактически такой интерактивный опыт позволяет в реальном времени, причем, помогает учащихся оттачивать свои навыки компьютерных наук и программиров. Ну, это вот то, что делает. Ясно, что они запустили такой партнер гораздо раньше, чем было в ноябре, то есть они были доступны к этому еще раньше, но в то же время много компаний из образования вот эти три вначале получили такой доступ. Сейчас, конечно, больше уже они получили вот эти так называемые инструменты API, позволяющие интегрировать свои инструменты. Это нужно для этого тоже разрешение определенное получить. Дуолинго Макс предоставляет учащихся две новые функции. Дуолинго, она вообще, говоря, такая очень крупная компания в области обучения иностранным языкам, и она предоставляет две новые функции. Во-первых, она, это функция объяснимый ответ, предлагает учащихся узнать больше о своем ответе, независимо от того, был правильный ответ или неправильный. И второе, что, конечно, способствует обучению. И ролевая игра позволяет учащимся практиковать навыки общения в реальном мире с известными такими мировыми персонажами приложения, что также способствует активности в обличении. Ну, соответственно, позволяет проводить такой высокоперсонализированный языковый урок, доступные тесты, фактически онлайн-тьютор по иностранному языку для всех. Вот это, видите, тенденция сперсонализирована и для всех. Очень такая интересная перспектива. Ну, и также возникает инструмент обнаружения плагиата, причем плагиата, который обнаруживает те письма, те тексты, которые написаны в чат GPT. Ну, такое обновление, оно вышло вот в апреле. Достаточно сама фирма Турнгин очень такая известная, например, в Британии там пользуются 98% университетов. Ну, в основном, конечно, для высшего образования, но есть варианты для, может быть, в школе не так это актуально, но, тем не менее, если вы говорите о сочинениях, там, об эссе, то это вполне актуально. появился слайд AI, расширение для Google Slides, который на основе искусственного интеллекта преобразует любой текст в визуально привлекательный слайд. Вот на следующих слайдах я как раз показал тему, которую пытался обсудить и в нашем семинаре чат-GPT в образовании и исследовании. Как? Ну, вот это уже пошли слайды этого Slides AI. Ну, это такое расширение, которое в хром добавляется, и вот она делает картинки, делает текст, делает резуализацию, делает компоновку. Не знаю, понравится она там всем или не всем, но вы можете в режиме создания регулировать и, во-первых, вот эти шаблоны, и регулировать световую гамму, и регулировать картинки, регулировать стиль изложения. Это все возможно, но фактически делает такой слайд буквально там за минуту другую выдает вам готовый слайд. Ну, в данном случае я задал там пять слайдов, по-моему, насколько я помню, значит, вот, но она вот это быстро достаточно сделала. Возник даже новый термин педагогика, по-английски AI Годжи, подчеркивая, вот это вставляется, а здесь педагогика, и мы говорим по-русски, можно сказать, педагогика, то есть педагогика на основе искусственного интеллекта. Особенность не в том, чтобы обучать учеников вместо учителя, а в том, чтобы обучать самоискусственный интеллект, причем при помощи как самого искусственного учителя, так и при помощи учащегося, то есть возникает такая триада, то есть ученик играет активную, существенную роль. И вот в отличие, то есть как бы он не учит критически мыслить, на самом деле можно там имитировать разные там диалоги с великими деятелями прошлого. Но все в этом есть плюсы, потому что в итоге мы уменьшаем нагрузку на преподавателя. И вот некоторые советы по продуктивному использованию ЧАД-ГПТ в классе. То есть совет какой, что надо потратить некоторое время на изучение и практику ввода вот этих командных запросов ЧАД-ГПТ. Затем пытаться разнообразить свои оценки, формы оценивания, включая и устную презентацию, чтобы избежать плагиата. То есть понимаете, приходится все-таки трансформировать форму формат и форму оценивания. Надо помнить о том, что есть риск того, что он как бы усилит неравенство между учениками, но в зависимости от того, есть там доступ к этому инструменту или нет. Поэтому надо четко определить цели, для чего собственно говоря, что вы хотите достичь при помощи ЧАД-ГПТ. Это на самом деле проблема любых образовательных технологий. Прежде чем их использовать, поймите, вам это даст выгоду. То есть для чего, что вы хотите сделать, какую вы ставите задачу. И с этой целью задачи начинаете искать. Если цели задачи нет, тогда естественно возникает вопрос, а зачем это все нужно, если мы ничего хорошего не добьемся. Вот здесь подозрение на то, что гипотеза за то, что действительно вернее гипотеза, это подтверждается практикой многих учителей, учащихся о том, что действительно экономит время. Экономит время и дает в общем те возможности, которых раньше не было. Вы фактически должны тестировать, уточнять вот эти командные запросы, экспериментировать еще надо. И уточнять их на основе результата. Это тоже очень важный элемент, когда вы используете этот процесс. И в общем практически его повторяете до тех пор, пока не достигнете желания, желаемого результата. И не надо бояться, что он обидится на вас. этого не делает. Можно работать совместно с другими учителями, вашими учащимися, и может быть с их помощью уточнять, смотреть вот эти командные запросы. есть, конечно, кроме чат GPT и другие, естественно, Microsoft использует чат GPT в специально созданном поисковике Bing, в Google аналогом стал Google Bart, есть гигачат от Сбера, есть еще Яндекс GPT в облаке Яндекс, но там правда проблема, там требует привязки к карточке, несмотря на то, что она говорит, что не будет вначале брать с вас денежку, но в конечном итоге, если вы какой-то лимит перевысите, то тогда будет снимать с вас деньги. не знаю, это оправда неоправда, но Яндекс облако это немножко другая компания, чем Яндекс, то есть она вернее юридически независима от юридически самостоятельного лица, но конечно Яндекс не имеет долю там своих акций. я попросил Google Bart ответить на тот же вопрос, который задал ChatGPT, но Google Bart он только на английском. И вот получил примерно тоже там скажем следующий вопрос. Естественно когда я спросил чем отличается Google Bart от ChatGPT от OpenA он естественно сказал что он конечно лучше чем а из-за того что он более информативный более точный но честно говоря когда попробовал все-таки проверить факты там получается тоже такая скажем не очень точная информация все нужно проверять когда вы особенно даете гарантируете что это будет научная публикация или какой-то выход на сторону но так внешне ну да говорит вроде похоже собственно как работают наши многие медийные пространства не проверяя иногда те факты о которых говорит интересно что значительная часть преподавателей по вопросам как по вопросам как они воспринимают вот этот искусственный интеллект они его оценивают что это 54% говорят что это достаточно ценный образовательный инструмент то есть это тоже о том восприятии о том внедрении инструмента нового по сравнению с тем что было раньше то есть так такой быстрой положительной реакции в общем-то другие инструменты раньше не имели для семинаров ночных классов в классе когда вы синхронно занимаетесь казалось бы мы даже онлайн технологии говорим что они только для дистанционного обучения а в классе вроде бы нет на самом деле конечно и в классе можно технологические инструменты использовать синхронное обучение и от этого может быть только лучше занятие так вот для тех же самых очных занятий можно использовать сейчас GPT очных семинаров когда вы занимаетесь даже не лекцию читаете а именно семинар или скажем вот тех же классов занятия проводите ну во-первых это может быть как бы модели письма он предоставит сразу же многим как обучит функциям письма формам письма он может быть в то же время быть партнером по дебатам студентам когда вот этих участников дебата не хватает для студента то есть он может в этом смысле выступать в такой роли создавать уточняющий текст чтобы учащийся не отрываясь мог лучше понимать сложные отрывки из учебников или каких-то других рассказов для закрепления уроков создать какой-то командный запрос однозначно связанный с желаемым выходом фактически речь идет о смене парадигмы в образовании я сейчас буду такие высокие слова и вообще говоря обращу внимание на такую вещь изменение отношения между всеми участниками происходит то есть переосмысление образования то есть парадигма значит мы для чего для что это такое для чего это кому это зачем все это нужно и происходит мы надеемся то что конечно происходит изменение взаимоотношений между учителями учащимися родителями местными там сообществами и так далее надеясь и в конечном итоге политиками и министрами образования мы естественно находимся только в самом начале пути видно что это считается более такая увлекательная более интеллектуальная среда обучения и возникает новое отношение между human intelligence то есть человеческим интеллектом и искусственным интеллектом который определяет такую архитектуру но есть еще также элемент который у нас может быть не очень упоминается так называемое отношение вот это collective intelligence то есть коллективный разум коллективный интеллект и это на самом деле вот это все три компонента очень такие важные составляющие для смены парадигмы образования что получается что учащиеся становятся активными со-разработчиками учебные программы что сам в оценку внедряется процесс обучения то есть не просто ЕГЭ который фактически во многих случаях не является учебным процессом а есть какой-то проверкой знаний а именно только чтобы вот это формирующая оценка или там процесс оценки происходит и является учебным процессом даже сам экзамен является учебным процессом ну и фактически преобразование вот это соединение всех этих трех компонент для получения глубоких знаний преобразования подавания в некое наставничество ну умение решать проблему мы видим что самое главное в в этой парадигме доступность генеративного искусственного интеллекта это дает вообще говоря новое изменение понимания времени я смотрю у нас уже время заканчивается я наверное пожалуй на этом остановлюсь там есть еще один вопрос который я запустил если можно ответьте пожалуйста какое применение генеративного чат-бота самое актуальное для вас я вот там перечислил некоторые пункты если можно ответьте ну а соответственно коллеги коллеги я в чате запустил опять разместил ссылочку заходите сейчас я ее тоже запущу я активировал какое применение генеративного чат-бота самое актуальное для вас вот Владимир ну к сожалению я может быть тут не рассчитался может быть слишком расплыв что все пытался объяснить но опять-таки я повторяю что с моей души важно знать что происходит а уж как вы найдете надеюсь сами а вот то что происходит на что можно обратить внимание мне кажется очень важно спасибо большое за внимание Валерий спасибо огромное за доклад очень интересно но у нас есть вопросы это во-первых а да давайте да сейчас я их озвучу их немного а во-вторых я тут зачитаю интересное от одной одной учительницы так понимаю интересные отклики я только что попросила чат GPT сформулировать цели задачи урока по теме оксиды и мне ответили как интересно ну только сожаление но там вроде ограниченное количество вопросов так что люди начали пробовать я считаю что это очень хорошо Жора здорово здорово так секундочку теперь вопросы так 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 как вы оцениваете динамику развития баз данных на русском языке имеется ввиду видимо базы данных как основа для обучения ну конечно так сказать в принципе ясно что в каждой стране вот недавно только что возник вот этот французский проект он буквально взорвался там за последний месяц там французский проект базы данных то есть с учетом конечно европейских требований конечно в России тоже развивается я думаю тут Сбер и Яндекс они и такие ключевые игроки в этой сфере они развивают базы данных они развивают другое дело что можно ли такое открытое сделать вот сообщество по аналогии с OpenAI ну вот ясно что без открытости тут очень сложно сделать мощный прорыв поэтому вот запрос о том чтобы это было совместное открытое и определенные вот эти этические законы нормы использования но то что нужно в каждой стране на каждом языке свои базы данных ну это об этом все говорят об этом это очевидно то есть это делается и в Китае там делается в Индии соответственно и делается в России я думаю что здесь безусловно и делается то есть это делается раз может быть там корпорации не особенно там раскрывают свои данные но в принципе я думаю что ну это безусловно будет развиваться спасибо я сейчас еще озвучу два момента и я думаю что мы все таки перейдем к круглому столу хотя фактически наверное мы сейчас уже переходим органично в круглый стол у нас там полтора часа отведено я думаю что нам хватит на все поэтому давайте все таки коснемся я просто отмечу здесь вот среди вопросов получается что наибольшая актуальность визит в создании нового учебного курса учебной программы учебного плана это очень интересно Валерий Николаевич смотрите мы тут обсуждали буквально вчера у нас был круглый стол о работе в условиях обновления федеральных государственных образовательных стандартов и вы понимаете что вот здесь перспектива использовать такого я бы сказал выдержанного эмоционально нейтрального и с отсутствием усталости партнера очень перспективно вопрос только уже к обучению людей умению пользоваться этим инструментом в связи с этим я прочитаю один из комментариев который здесь вошел сейчас Анна Каратаева написала сейчас попросила GPT-чат сформулировать личностные метапредметные предметные результаты урока сделал претензий не имею экономия времени однако работает да но все-таки осторожно если у нас в том же нужно проверять вот с другой стороны полагать что там тоже есть какие-то склонности наклонности в зависимости от тех данных которые они используют ну да потому что конечно период романтики может закончиться очень быстро да есть такой вот и он коснется конечно очень жестко коснется нашей реальности так я еще один вопрос который был так я не вижу скажите там после меня был так 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 ресурс по химии это наверное презентация же будет да вы пришлете мне мы выложим я пришлю вам презентацию с удовольствием поделюсь там ссылки все это есть спасибо кликабельные нет вопроса отлично значит спасибо большое и вопрос от Екатерины Александровны Менделеевой нет ли опасности что чат будет учить сам себя учителя генерируют с его помощью домашние задания школьники генерируют с его помощью ответы хороший вопрос спасибо хороший вопрос уже же пробовали по-моему да дело в том что это как раз на самом деле особенность таких устройств то есть они учат сами себя в том числе то есть они учат сами себя они учат от всего что можно в том числе и сами себя то есть есть такой механизм который мы знаем даже когда в шахматы научились играть ну это правда немножко негенеративный инструмент но есть так сказать и это есть да это есть вот эта особенность будет ли искусственный интеллект автономно независим от человека и так далее то есть тут на самом деле с моей точки зрения очень трудно ответить на такие вопросы раз второе так сказать и конечно для чего собственно говоря люди существуют для того чтобы определенную регуляцию делать понимаете может ли быть чат GPT-бандитов например да так сказать ну рука почему бы нет да то есть это все такие этические вопросы политические вопросы очень много непонятно но то что он сам себя учит это есть такое уважаемые коллеги я бы посоветовал вам почитать научную фантастику прошлого века Текасимова Шекли там на самом деле очень многие вопросы очень хорошо разобраны предметно разобраны тщательно разобраны например вот о том что нужно правильно задавать вопрос формулировать да помните чтобы получить грамотный ответ или чтобы вообще получить ответ 50% успеха это хорошо заданный вопрос правильно и вовремя задан и вовремя задан и вовремя и вовремя и хочу сказать что конечно это фантастика что вот это сейчас начало реализовываться и одно дело это конечно романтика фантастика другое дело нам сейчас этим жить ну посмотрим все в наших руках или многое что в наших руках спасибо Валерий Николаевич сейчас презентацию мы обязательно выложим я вам сброшу презентацию да безусловно прямо на почту да я попрошу вас некоторое время с нами остаться да конечно эксперт